Операция конфискация. На счета госказначейства сегодня поступили 40 миллиардов гривен. Это деньги со счетов беглого президента Виктора Януковича. Его адвокаты, к слову, уже прокомментировали события. Как удалось вернуть эти средства и на что их потратят, разбиралась Анна Каменева. Не на проедание, а на оборону и социальные проекты. Почти полтора миллиарда долларов или 40 миллиардов гривен уже фактически на счетах госказначейства. Часть денег пополнит золотовалютные запасы, что, по словам президента, укрепит гривну. Остальные на укрепление обороноспособности страны и социальную поддержку украинцам. С таким предложением президент обещает обратиться к парламенту. Оскільки кошти вкралися в кожного громадянина, то социальну підтримку мають отримати найменш захищені версту населення. Розбудова сільської медицины – це має бути інвестицією в майбутнє Україну. О конфискації отмытых денег семьи Януковича после революції не говорил только ленивой. И даже закон о спецконфискації через Раду протащить пытались. И не один раз, но тщетно. Потеряв на этот закон впустую много времени, сил и наделав множество громких заявлений, депутаты так ни к чему и не пришли. В итоге вернули деньги через суд. Как рассказал генпрокурор. Сегодня он собрал пресс-конференцию. По его словам, участник преступной организации беглого президента раскрыл всю подноготную схему, как и кто отмывал деньги, украденные из госбюджета. За это получил условные сроки защиту, а ГПУ – вердикт Краматорского суда о конфискации миллиардов на счетах компаний «Ватчат», «Приват» и «Эксимбанках». Прошел месяц, апелляцию никто не подал, значит, решение вступило в законную силу, заявил генпрокурор. Имя разоблачителя бывшей верхушки Луценко, конечно, не назвал. Рассказал лишь, что деньги выводили через почти полтысячи компаний и офшоров, а отмывали, покупая ценные бумаги. Беглый Янукович все отрицает, об этом сегодня заявил его адвокат. Адзащита даже подала иск о опровержении этой информации, но у генпрокурора и на это есть ответ. У меня есть решение суду, в котором четко установляется, что злочинная организация Януковича делала такие-то финансовые кроки, и именно деньги этой злочинной организации сегодня конфискованы. Это не деньги физического гражданина Януковича. О готовящейся конфискации знали только пять человек в стране, сообщил Луценко. Вел дело военный прокурор сил АТО Константин Кулык. Он, кстати, сейчас под подозрением. НАБУ и САБ обвиняют его в незаконном обогащении. Суд продолжается, но это никак не смущает генпрокурора. Хочу процитовать китайского классика. Неважно, какого кольора кишка, если она приносит злочин. В данном случае, если кишка не выполнила никаких злочин, а есть на думку кого-то черного, она мне нужна. Еще раз подкреслю, если она не выполнила никаких злочин, а это установлен только суд, сегодня этот кот принес очень необходимый злочин для украинского народа. Кстати, решение суда о конфискации дает право Украине в рамках международной конвенции требовать возвращения денег семьи Януковича и от Латвии, хотя бы их часть. 50 миллионов евро в прошлом году латвийские власти списали со счетов беглых чиновников в свой бюджет. Уже очень долго там ждали решения украинского суда. Теперь есть шанс и их вернуть. Анна Каменева, Виталий Коваленко, подробности телеканал Интер.